Первый и главный вопрос повестки сегодняшнего заседания Гордумы – выборы главы администрации Ростова. Три недели назад стартовал первый этап конкурса на замещение должности, подача документов, а 11 октября все пять кандидатов прошли личные испытания. По итогам профтестирования и собеседования по вопросам организации местного самоуправления, противодействия коррупции, дорожной и жилищно-коммунальной деятельности финалистами стали двое. Действующий глава Алексей Лагвиненко и первый заместитель главы Когольницкого района Вадим Сидоров. Свои позиции по кандидатам выразили партии. Так коммунисты России поддержали Лагвиненко и вручили ему тихий дон Шолохова с советом сделать книгу настольной. Важнейшими направлениями развития города коммунисты обозначили культуру, экологию и медицину. А вот другие коммунисты из КПРФ отказались поддержать обе кандидатуры и призвали вернуть народное голосование. Первый замгубернатора Игорь Гуськов напомнил о традиционных главных задачах нового главы. Комфорт жизни горожан, развитие инфраструктуры и экономики. А еще пожелал Ростову настоящих столичных амбиций. С одной стороны, сохранить историческую часть города Ростова-на-Дону, чтобы наши потомки имели возможность видеть прекрасный, красивый в архитектурном плане центр нашего города. С другой стороны, город должен динамично развиваться с современной застройкой. Депутаты предложили голосовать открыто. В итоге из 36 голосов 34 отдали Алексею Лагвиненко. Двое против всех. После победы переизбранный глава рассказал, что вместе с командой продолжат программу развития, заложенную еще в 2019 году. Это, конечно, выполнение национальных проектов, конечно, федеральные, региональные проекты. Это, конечно, дальнейшее увеличение бюджета города. Это, конечно, пополнение наших налоговых и неналоговых поступлений. Конечно, увеличение улавы городского продукта, инвестиционных привлекательных. Это вот вся та основа, которая сегодня позволяет городу развиваться. Важнейшими остаются вопросы продления набережной, строительства канатной дороги и линии скоростного трамвая. Контракт с Алексеем Лагвиненко заключат на 4 года. Юлия Сурикова, Владимир Трофимович, Первый, Ростовский.